Что ты делаешь? Это ужас! Что такое? Любит лежать, а что? Ну что, выбрал? Современная селёнка под шубой, русская кухня. Мои ногти! Давным-давно я ходила на эриксоновский гипноз. Ура! Поздравьте нас! Хочется поделиться одним таким моментом. Всем доброе утро! Откуда мы идём? Мы? Не скажешь? Мы анализы сегодня сдавали. И Денька вообще на самом деле очень круто себя вёл. Он немножечко плакал, но по сравнению с детками, которые там, он прям, даже в какой-то момент когда сдавали кровь, он даже такой вот, у него берут кровь, а он такой смотрит. Я говорю, смотри, тётя берёт анализы, и завтра мы узнаем результаты. Он раз такой замолчал, смотрит. Вот так вот, он немного капризничал, но не плакал прям. Я его сегодня хвалю, всё утро говорю, что он у меня мужик. Да? Мужик у меня. Он был крутой. Всё, не надо, не надо, не надо. Скажи, мама, захвалила, перехвалила. Сейчас я тебя устрою. А чего ты? Не этот, мам. Чё? Ну сколько живёшь, уже не знаешь. У меня тоже три магнита. Так, всё, заходим. Сегодня его разбудили в 7 утра. Мама в 4 у меня вообще не спит. Короче, мы сегодня на ногах, но завтра анализы сказали будут. Мы ждём их с нетерпением, да? Всем привет! Мы с Денькой гуляем, был лишь банок. Да нет, просто мы забрели сюда. Он у меня вот тут бегает. Скажи, всем привет! Будешь говорить? Всем привет, скажи. Всем привет! Так, я посидеть пока. Я пока посижу. Мам, ты пока болтай. На ножки мне всё. Мальчик, одуванчик. Мама, поболтай. Мама, поболтай, чё я сегодня делала? Чё я сегодня делала мама? Мама сегодня собирала справки на визу. Да, всё-таки я решилась. Пока что останется у нас в секрете, куда именно я собираюсь. И всё подробно расскажу. Да, делаю шенгенскую визу. Любитель у нас поспать. Мама, что ты делаешь? Это ужас. Что такое? Любит лежать. А что? Нет, он закрытые в глазах, как устал. Нет, он наслаждается. Ой, господи. Каждому нужно сделать комментарий. Недавно разговаривала с мамой по поводу воспитания, материнства, все дела. Мама говорит, вот я никому не рассказывала о своём воспитании. И показывала, и не делилась. Потому что всегда найдётся какой-нибудь умный человек, который захочет тебе посоветовать и сказать, что ты делаешь что-то не так. Все такие умные. Тем более мы в таком районе ещё выросли, где вообще все друг за другом следят, все друг друга обсуждают. Так что для меня это нормальная среда, да? Вот. Короче, отстаньте пока в небольшом таком секрете, куда именно я собираюсь. И с кем именно. Вот. Ну, Дэй, ну хватит валяться на асфальте. Я тебя прошу. Вставай, бегом. Немного бесит место вот на самом деле здесь тем, что машины кругом ездят, и нет вот огороженного места. Есть одно огороженное место, где реально закрываются калитками, короче, дети никуда не выходят. Но там нет ничего для детей. Там нет ни горок, ни развлечений, там просто площадка и лавки, блин. А здесь вот, где площадки и всё, ну просто машина рядом. Дети бегают, угорают, просто на дорогу выскочила, машина полетела. Как бы, ну, понятно, что они быстро тут не ездят, но всё равно. Тут как бы не увидел и придавил, и всё. Хоть на 20 градусов. На 20 километров в час. Всё равно страшно. И меня это напрягает. Как только едет машина, просто он же реально может выскочиться, выкатиться, и не знаю. Короче, оставлю секретом. Десять тысячу раз уже повторила. Куда я еду, с кем я. Куда лечу, с кем лечу. И зачем лечу. Вот. Но я потихоньку выполняю все свои пожелания на 2018 год. Не так, как хотела, но хотя бы иначе. Чтобы не было, какой отчёт вам предоставить к концу года. Ну и саму себя порадовать, как бы надо. Вот. Сейчас мы гуляем. Доброе утро, мои замечательные. Опять тебе как раздетая, да? Нет, я не раздетая. Мы с Денечкой вышли. В общем, сейчас должна Кристиночка подъехать. Мы поедем сдавать документы на Шенген. И мы ждём сейчас. Какое-то новое место открылось в кинотеатре большом. Такое русская еда. Прям тут всё такое русское. Видите? И сзади меня такие русские ковры. Тоже интересно. Вот. Ну и Денька тут вот сидит. Денька поглощает свою еду. Ай, ты радостный такой. Покажи, как ты мини выбираешь. Что ты выбрала там? Ручкой, ну смотри. Я засняла это в Инстаграм. Вообще надо так трогать. Он такой сел. Руки положу на меню и такой руками. Вот. Ну что, выбрал? С другой стороны читай, да. Выбрал? Что будешь? Вот это? Вот это. С детства приучаю ребёнка, да? Вести себя в таких местах. В меню перевернул, посмотрел. Короче. Ну здесь я что-то не выбрала ничего особенного. Себе салатик только заказала. Селёдку под шубой хочу попробовать. Ждём Кристину. Я сказала, что я заказала селёдку под шубой. Ходите посмотрите, что мне принесли. А это современная селёдка под шубой. Русская кухня. Слушайте, я сейчас должна это попробовать срочно. Даже не знаю как. В виде роллов. Сейчас заценю, скажу. Боже, как это вкусно. В общем, это безумно вкусно. Мне нравится. Очень нежно. Первый раз такое ем. Классно. Вот ем на самом деле и разглядываю, что же здесь. Вот это бурачок получается. Вот это морковка жёлтенькая, картошка здесь. Вот яички, селёдка, зелень там. Лучок, не знаю, есть нет. По-моему, есть чуть-чуть лучка. Прикол вообще. Очень необычно и вкусно. Вот именно в такие моменты я использую мультики. Очень редко, но метко. Это к вопросу о том, как вот с непоседливым ребёнком в заведениях мультики выручают. Главное долго не сидеть. Мультики не больше часа в день. Решили ещё чуть-чуть остаться здесь, потому что Кристина очень быстро собирается. Сейчас я ещё решила заказать десертики. И вот пока жду десертики свои, там ассорти такой, по чуть-чуть. Хочу попробовать, как у них делают и Наполеон, и Медовик, и там печенье какое-то ореховое. И вот смотрю, как приносят. Они всё необычно так приносят вообще. Окрошка с каким-то кувшином отдельно, там что-то так нарезано. Прям вообще. Надо ещё сюда прийти, обязательно чуть-чуть попробую. Прикольно. Вот мне принесли такой ассорти. Я сразу вижу сметанник, Медовик, вот сметанник, Медовик, Наполеон. Это картошка, а это, по-моему, ореховое печенье. Сейчас попробую и скажу, что мне больше всего понравилось. Итак, мы всё попробовали и выносим вердикт. На первом месте мой любимый Медовик. Хотя больше всего из всего этого я очень люблю Наполеон. Но моя бабушка готовит его лучше. Дальше мне понравилась картошка, если честно. И самое интересное, что вообще картошку я не люблю. Здесь она очень необычно сделана. Во-первых, она внутри белая, а сверху прям, знаете, она прям, ну, хрустит, шоколад вот этот. И посыпано какао. И очень вкусно. Что-то какие-то привкусы интересные, что прям хочется попробовать ещё раз. Так, Медовик на первом месте, картошка на втором. Потом мне понравилось вот это вот, это печенье какое-то миндальное. Ну, тоже что-то необычное. Как бы, ну, печенье оно само по себе сухое, но вот необычный десерт. Ну, наполеонный сметанник я бы не брала здесь. Я бы взяла вот что-то из этих трёх. Но это на мой вкус, просто мне есть с чем сравнить. Вообще он вкусный, мягкий. Наполеоны очень разные. Раньше в Москве только Наполеоны брала, чтобы понять, как там готовят. Это настолько индивидуально всё. Ну, и сметанник, просто сметанник. Ну, то есть ничего особенного, но Медовик вкусный. Короче, вот эти три. В общем, всё, мы собираемся уходить. И последнее, хотела сказать, увидела за соседним столиком, стоит самовар. И я говорю, у вас чай любой заказываешь, самовар привозит. Он говорит, что подходит чайный мастер, выбираете чай, вам приносят чай, а в самоваре просто, из которого наливается кипяток. Ну, короче, выглядит это очень прикольно. Я сюда обязательно приду как-нибудь попить чай, но просто не одна. У меня самовара, горячей воды будет много, но это так выглядит интересно. Ну, для Инстаграм мамы только зафоткать что-нибудь с самоваром. Это ж такое интересное, что-то русское. Слушайте, мне мама говорит всё время, не снимай туалеты. Я не могу, когда классные новые заведения, такие туалетики, классные. Смотрите, тут всё в таком вот расписном стиле русском. Так всё аккуратненько, только кукуртую манитацию. Я не могу пеленать на столе, дети. О, офигеть. Класс. Даже стоит Джонсонс Бэйби, подушечка какая-то. Аккуратно, красиво. А тут ещё, кстати, сейчас я выйдем покажу. Вот, смотрите, как тут красиво ещё. Смотрите, какая раковинка. Я так люблю это всё. Сразу настроение поднимается. Здесь вот ты в полный рост. Как я тут выгляжу. Да, смотрите, как я. Кстати, блин, на платье без оцепки так легко поставить. Надо аккуратно. Мне уже Денька поставил ногами на оцепку. Всё, зайчон, пойдём. Руки помоем и пойдём. Мужик? Мужик. Ты мужик мой. Помогаешь маме? Да, да. Зайка моя. Всё, свои инстаграммы. Всё тоже. Я не могу такие моменты. Обожаю их. Фух, крошки. Короче, пришла домой. Кристинка была сегодня опять такая красивая. Представляете, я настолько, мы вот так всё бегом-бегом-бегом-бегом, что я даже её и не засняла. Такую красивую сегодня. Она была сегодня такая загоревшая, все в белом. Такая лидиди. В общем, мы издали сегодня документы на Шенген. Всё, оплатили все услуги. Мы в визовец-центр решили обратиться, чтобы нам там всё сделали уже как положено, чтобы не выставить там лишние очереди и, в общем, не искать лишнюю информацию. В общем, они сделают нам всё. Вот. Сегодня зашла, кстати, в поликлинику, хотела посмотреть результаты и чтобы врач написал нам сразу справку. Но там сегодня было, у нас медсестра не работает, что-то у неё там ЧП случилось с ребёнком. И, короче, просто жесть. Доктор и за медсестру, и за всё там такая очередь. И сегодня среда, день больных детей, а мы здоровые. Так что я решила, что лучше завтра мы пойдём. Тем более во вторую смену она работает, так ближе, там после сна уже, ближе к вечеру. Пойдём за справками, за результатами. Вот. И всё равно уже остаётся потом пятница один день. Наверное, с понедельника уже пойдём. Не знаю. Детский сад. Как не хотелось мне это всё сделать быстро, но ничего быстро не получается. Ну ладно. Придётся набраться терпения. У меня всё в голове происходит очень быстро. Я хотела бы, чтобы мой компьютер работал так же быстро. Всё вот так вот щёлкал. Нет, он бывает там затупит. Телефон точно так же. Нет, там чё-то бывает прогружается. Вот так всё надо. И в жизни вообще с этим, когда я сталкиваюсь, когда нужно опять пойти, чё-то где-то взять, печать поставить. Там у них работают два раза в неделю. Ну, короче, вот это всё просто, это меня убивает, когда я с таким встречаюсь, потому что я безумно это не люблю. Я люблю, захотел сделала, захотел сделала. Я люблю оперативность в жизни. Всё, я устала. Мы пришли домой. На улице жара ещё, вообще даже детишки не гуляют. Я опять натерла себе своими шлёпками такую мозоль, даже хромала. Я не знаю, когда они мне перестанут натирать. Вот. В общем, пойду. Сейчас буду видосик монтировать, покушаю. Брала сладюшки, сейчас чаю налью себе или просто с соком. Пацан, 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 что будет делать? Сейчас пацана тоже чем-нибудь займу. А пацан уже сам решил занять себя чем-то и разбирать сумку, которую мы купили. Кстати, вот я не понимаю, там некоторые писали мне, я вот покупаю разное молоко, я либо люблю в бутылке, вот такое, два с половиной, либо вот красная цена в кофе. Я покупаю себе вот такое. Одна из девушек написала мне, типа, бери молоко красная цена по, ну, полтора процента, типа, производитель разный. Я посмотрела, у нас производитель один, это вот Белгородская область. И я не понимаю, чем отличается. Ну, то есть и город, и всё-всё-всё одно и то же, и компания. Я не понимаю, чем отличается, и почему красная цена плохая. Кто-то написал, что она плохая, я не вижу. Состав один. Молоко. Вот сейчас. Нормализованное молоко, видите? И здесь то же самое. Вот, состав. Молоко нормализованное. Будьте добры, девочки, скажите мне, пожалуйста, чем отличаются эти два молока, кроме как производителя. Что, почему красная цена может быть плоха? Вот это в два раза дешевле. У них даже ГОСТ цифры одинаковые. Вот. И вот. Одно и то же. Доброе утро, мои крошечки. Сейчас сижу, проснулась такая, и не пойму, за что вперёд хвататься. Голову надо помыть. Что-то нету ни сил, ни времени. Сама вырубаюсь. Я с малым последнее время в 9 вечера. Нормально? Зато в 7 встаём. Но в 7 я не могу начинать делать дела, потому что мне нужно попить кофе. Мне нужно 2-3 часа реально раскачаться. Максимум, на что мне хватает... Максимум, на что мне хватает, это зайти в магазин и начинать отвечать. Меня, кстати, очень заводит, когда я начинаю отвечать. Девчонки что-то спрашивают, и мне прям сразу думают, так, что ещё выставить? Так, что бы ещё в магазин приобрести? Ещё мне нужно сделать ногти. Да, прошло, по-моему, 2 недели ровно. И у меня, ну, как бы, знаете, у меня такое есть... Манечка такая, что если вдруг где-то отодралась, всё, я начинаю сдирать. То есть я уже содрала себе уже 2 пальца. Вчера один, сегодня уже второй. Поэтому ногти надо тоже сделать. И я купила себе новые цвета. Вот, безумно счастлива вообще, что я купила себе этот набор. Набор, гель-лак, я вообще не понимаю, как у меня... У меня раньше не получалось. У меня был набор раньше, я его подарила потом. Сейчас через время опять решила взять, и просто, ну, класс. А на ногах, кстати, держатся до сих пор ногти. Вообще, даже не хотят слазить. Так что я сделаю ноготочки, а на ногах останется так же. Я хочу там жёлтенький что-то такое сделать. Посмотрим. Жёлтый с розовым, может быть. Розовый другой оттенок немножко. Короче, я набрала разных цветов себе. Посмотрим. Может, фрэнч сделаю вообще. Если малыш даст. Вот, кстати, сейчас я ему мультики дала как раз-таки. И думаю, что нельзя бесценно, чтобы мультики пропадали. Ребёнку в час, в день мультики можно. И вот я этот час всегда подгадываю так, чтобы дать ему мультики. И реально делать свои дела. Потому что он на мультике вот так вот. Хотя, если я сейчас пойду мыть колу, он ко мне прибежит. Ну, ногти. И ногти я тоже начинаю делать, он ко мне подбегает. Да, так что мультики его даже не отвлекут в этот момент. Но хотя бы скажу, пойди посмотри мультики. Он пойдёт, глядит их. Вот, так что просто так мультики не давайте. Подготовьте что-то во время того, как он будет смотреть мультики, чтобы вы сделали что-то такое полезное. Что не можете с ним сделать. Вот, что ещё? Кристина, надеюсь, сегодня приедет. Что она тоже вся у меня в делах. Теперь вот, блин, стала блогером, и теперь вся в делах. Теперь у неё нет времени на меня. Я шучу. Не, ну просто да. Дел стало больше, и времени на меня стало меньше. Это правда. Чё душу кривить? Так, я хотела по событиям влоги снимать, да? Но мне так нравится с вами болтать. Вот, кстати, я заметила, что это какая-то вот... Что это какая-то настолько такая привычка уже делиться вообще всем, что есть. Вот я реально, я хожу, я что-то вижу прикольное. И моя первая мысль — это поделиться с вами. Это нужно снять. Представляете? Вот так вот. Я иногда специально оставляю камеру дома, для того, чтобы этого не было. Потому что, во-первых, неудобно немножечко, да, с камерой. У меня сумочка, и всё время... Я, кстати, камеру вроде протёрла, всё время смотрю какие-то ляпы на ней. Вечно что-то там наляпается, и это видно только, когда уже монтируешь видео. Это вчера попротирала чуть-чуть. И, в общем, иногда оставляю камеру дома, да. Короче, я хочу с вами болтать, я не знаю. Я стараюсь по максимуму, чтобы события были какие-то. Но ничего, скоро у нас будет событий много. Я надеюсь. Если нам откроют визу... Ну, должны открыть. У меня уже была годовая виза. Испанская или немецкая. Я не помню. Короче, у меня немецкая есть, испанская есть. Но какая где... Но на год мне открывали уже визу. Поэтому мы сейчас открываем французскую визу. И, надеюсь, мне дадут её на подольше. Так. Что ещё? Что ещё хотела сказать? А, если откроют визу, всё будет хорошо, то будет супер. Потому что у меня справки с места работы нету. Я написала, что я домохозяйка. И предоставила счёт. Ну, выписку со счёта. Вот. А у Кристины, так как она адвокат, у неё тоже получается... Она адвокат и на самом деле заведующая у себя. То есть она выдаёт все справки и ставит подписи. Только она имеет право это делать. А сам себе, когда ты... Я, кстати, этого не знала. Мы обе этого не знали. А сам себе ты не можешь сделать. Когда ты... Ну, по закону нельзя. Когда ты предоставляешь справку куда-то, ты не можешь сам себе написать зарплату, поставить подпись. Поэтому она должна пойти в палату. И ей должны выдать справку, там, регистрационный номер и всё такое. Вот. Поэтому... Ну, вот такие моменты, как бы, и хрен его знаешь. Ты привыкла по стандарту, да? Там справка с работы. Там столько-то денег на счету. Какие-то всякие справки и всё. В общем, я потом подробно всё расскажу. В общем, с чем мы там столкнулись, где. Вот. И всё. Сейчас надо... Я не знаю, что вперед делать. Мыть голову или делать ногти. Ногти не должны быть влажные сильно перед тем, как делать ногти. Может, сначала сделать ногти. А потом мочить тоже, может быть, нежелательно. Вот тебе дилемма. Лучше выпью кофе пока. Да, кстати, на фоне у меня сериал «Миллиарды». Мне он очень нравится. Третий сезон, смотрю уже. Кстати, решила вот использовать такие штучки. Но изначально я думала, что их использовать вместе с фольгой. Сначала мы наносим на пальчик средство. Сверху фольгу, чтобы там тепло или что-то реакция шла. А сверху защемляем такими штучками, которые я купила в фикс прайсе. И оно просто плотнее. Потому что одна фольга, она не так плотно крепит всё это средство на ноготь. А когда мы чуть-чуть вот так вот прижимаем... И здесь можно регулировать на самом деле. Если, конечно, пальчики полные могут быть, да, не такие вот, как у меня, то может как-то передавливать где-то. Но здесь регулируется. Здесь идёт вот поуже, здесь потолще. То есть можно перенести чуть-чуть на кончик. Вот. Но ещё разные тугости есть резинки. Но вроде это нормально. Если чуть подавливает, можно снять. Как бы оно фиксирует лучше, мне кажется. Плотнее. 20 минут я подержала жидкость. И потом буквально 10 минут я всё убрала с ногтей. Хотела вам показать именно, как выглядят ногти, прямо после того, как убрали мой гель-лак. Конечно, хочу предупредить, что верхняя поверхность ногтя, она немножко, конечно же, портится. Но не всегда, блин. Это надо вот реально угадать как-то, как правильно. Не угадать, а почувствовать, как правильно, медленно снимать. Лучше всего профессионалы, они спиливают гель-лак. Но мне спиливать неудобно. Не то, что даже профессионалы. Многие девочки дома даже спиливают лак. И это менее травмирует, потому что мы можем контролировать, когда уже есть опыт, мы можем контролировать, именно, допустим, не дотрагиваться до пластины вовсе. И делать наши ноготочки. Когда мы пользуемся жидкостью, конечно же, пока мы сдираем, потому что это не так, что, знаете, нанесли жидкость, и она как жидкость для снятия лака и ушла у нас, да, с ногтей. Нет, мы ее все равно скаблим вот такой вот штучкой, причем не лопаткой, а вот этой вот. Поддеваем, немножко так соскабливаем. Я хотела сейчас вам показать, но мне, к сожалению, неудобно делать и снимать, и показывать. Как-нибудь попрошу Кристину, если совпадут так условия, и я покажу, как это делается. Либо на ее ногтях. Ну, во всяком случае, как это делаю я. Поэтому прежде чем снимать гель-лак с ногтей, пожалуйста, посмотрите видео, как это делают другие люди, чтобы это было менее травматично для ногтя. Потому что для меня как бы нормально, да, но есть люди, которые очень переживают там за свои волосы, за свои ногти. И, конечно, если они первый раз используются и не знают даже, что их ждет, как бы, да, они могут шокироваться. Мои ногти! Вот, сейчас покажу. Вот так они выглядят, да? Видно, что вот. Ну, не прям кусок там верхнего слоя, да, а вот именно пленочка вот эта вот верхняя. В принципе, бывает, ее испиливают даже, на самом деле. В общем, в любом случае, вот такие вот бафики, которые я даю в подарок к наборам, которые продаю. Вот, OPI. Они с четырех сторон. Сейчас я просто зачищу свои ноготочки и подвину кутику. Ну что, первым делом я решила все-таки сделать ногти. Вот они мои красивые. Я попробовала сегодня новый лак. Это френч база, там номер пять. Покажу вам. Видите, они такие более естественные. Я не стала делать френч, потому что это время немного заняло бы. В общем, я хочу уже помыть голову. Уже малой начинает что-то ко мне там к линии подбивать. Типа, мама, что-то ты там делаешь. Вот. Но мне так тоже очень нравится. Он такой как-то этот френч, он еще подбеливает кончик. Непонятно как вообще. Красиво получается. Ну, вот в садик будет, когда ходить, да, сделаю себе френч. Так мне, в общем-то, очень понравилось работать с ним. Такой плотненький, хороший лак. Он другой фирмы, не Афродита. Сейчас покажу. Вот такой вот фирмы. Но он в два раза дороже, чем Афродита. Вот, номер пять. При другом свете. Мне, короче, очень понравился. Нежный. И от моих ног, ну, как бы, оттенок один. А этот более прозрачный такой. А на ногах у меня более такой плотный, вот как лак и лак. А этот более такой, знаете, вот как под ноготь ваш, прям прозрачненький. Очень красивенько. Все, теперь голову мыть. Все вместе на все это ушло у меня где-то час десять. Вот так вот. Ну, еще я отвечала на звонки, смс-ки. Вот. Ну, а, ну, вместе с подпиливанием. А вот одно вот это покрытие, ну, блин, минут 10-15 конкретно, очень быстро. Включила камеру специально сказать, ответить на тот вопрос, когда мне задают, Селена, когда ты все успеваешь, как ты организовываешь все? Я говорила, что я дезорганизационная девица. И вот сегодня, например, я все успела сделать. Более того, я успела с сыном поспать три с половиной часа. Короче, он бывает у меня много иногда спит. Вообще, как бы ребенок, ну, два-три часа, наверное, да? А бывает, не знаю, чего зависит. От температуры в комнате, еще от чего-то. Короче, бывает, он может выдать целых четыре часа. Сегодня я этим воспользовалась. Обычно я его бужу по окончанию трех часов. Но сегодня я воспользовалась, потому что я сама поспала с ним, блин, три часа, три с половиной. У меня оставалось буквально полчаса, чтобы помыть голову, сделать скрабик и многое другое. Короче, я проснулась, глотнула кофе, побежала в ванну. Но подготовила ему еду на случай, если он сейчас услышит, что вода там, я, короче, купаюсь, он проснется, естественно, придет ко мне. И я поставила бутылочку уже с едой, чтобы он точно знал, что еда у него есть. Чтобы я не мокрая, не выбегала из ванны. И все, и пошла, помыла голову, поскрабировалась. Скраб, кстати, очень хороший. Я уже показывала его мне, подружка его из Израиля привезла. После него можно не мазать тело кремом, потому что там содержится масло. И я прям уже выхожу вся такая увлажненная и поскрабированная. Вообще очень классная. Там Мертвое море, солевой скраб. Вот, что еще сделать? Ну, короче, в ванне все, что можно было сделать, я все сделала. И малышка моя как раз, мама, мама, говорю, сыночка, иди, вот еда твоя, все тут есть. Я обо всем позаботилась. И вот вышла с мокрой головой, накинула топ, чтобы вам рассказать, когда я все успеваю. Ну, в принципе, это самое основное. Ну, а ногти вот я сделала, пока он мультики смотрел. Но все, больше ничего не надо. Сейчас мы собираемся, кушаем и идем в поликлинику за результатами. Надеюсь, все хорошо у нас будет. Ну и все, в принципе. Потом хочу видос вам снять один. Погуляем. Хотя я не люблю гулять, вот до шести. Жара еще какая-то на улице прям стоит. После шести люблю гулять. Вот. Вот так вот и справляемся. Урывками. Еще у меня есть немного ощущения, что сколько бы я всего переделала, если бы я не уснула. Ну, просто иногда, когда я его укладываю, я уже рассказывала о том, какой способ. Начну с предисловия, что давным-давно я ходила на эриксоновский гипноз. И для того, чтобы твой пациент был в гипнозе, да, погрузился в транс, для этого сам человек, который вводит транс в своего пациента, тоже должен быть в трансе. То есть это как бы передается. Если ты в трансе, то и твой пациент тоже расслабится и будет в этом состоянии. Вам как бы нужно поймать одну волну. Там этому учат. И я это очень хорошо чувствовала там. И теперь я понимаю, что очень часто человеку передается что-то. Например, что если вы лежите с кем-то, и кто-то погружается в сон, и вы как бы в одну волну входите, то второй человек тоже может очень быстро уснуть. И для того, чтобы мой ребенок быстро уснул, я просто сама погружаюсь в этот сон. И тогда он очень быстро засыпает. Бывает так, что я просто расслабляюсь настолько, что он засыпает и меня погружает в сон. Ну, в общем, вот такая вещь. Я ее заметила, что она очень действенная. Поэтому если мне нужно ребенка, чтобы он уснул быстрее, мне самой надо немножечко уснуть. Но обычно, когда какие-то дела серьезные, то я не засыпаю прям очень глубоко. Он все равно раз засыпает, я просыпаюсь иду делать дела. А иногда я погружаюсь сама в этот сон. И все. И если я вдруг уснула, то я не хочу потом просыпаться, потому что, во-первых, милое дело с ребенком вместе поспать. Во-вторых, естественно, я не высыпаюсь. Я сплю 7-6 часов. В принципе, я считаю, нормально для человека. Но я люблю спать по 12 часов. Всю жизнь спала по 12 часов. Поэтому, естественно, мне не хватает 6-7 часов. Вот. И, конечно, я с удовольствием вдам 3-4 часа днем. Но днем я не люблю спать. Я потом немножко такая расклеенная, разбитая. Но вроде сейчас после душа хорошо. Сынуля слушает, да? Чего там? Вещает? Ладно, будем собираться. Ура! Поздравьте нас! У нас все анализы прекрасные. С Денькой все 4 анализа. И справочка от педиатра, что мы здоровы. Так что с понедельника мы в детский сад. А я думаю, в пятницу я забегу туда, если будет время. И оформлю заранее все документы, чтобы уже в 7 утра или там в 8 я его привела. Там можно с 7 до 8, там к 9 ближе к завтраку. Короче, в 9 у них завтрак. Можно я привезти. И все. И уже его оставить. В общем, буду брать сейчас на первую половину дня. То есть он там поспит. И я его после обеда буду забирать. Вот так вот. Ой, так интересно. Буду все рассказывать, как, что происходит. Вот так снимать надо. Сейчас зашла в пить кофе и заказала себе пропучино. Красиво подают. Но лишний раз подтверждаю, что в Сицилии в 10 тысяч раз вкуснее. Здесь вот в бутылочек подают. Вот такой. На мой вкус не хватает сахара или сиропа, или сливок. И этот хрустит. Лед, хоть он и перемолотый, но он хрустит на зубах. Это неприятно. Надо было горячее ладо заказать. Заказала себе филе судака. Прям интересно, где он. Ай, вон он красивый. С каким-то соусом. Сейчас с удовольствием поем. Пришли домой, уложила малыша. И все думаю, куда вставить. Так хочется поделиться одним таким моментом. Помните мое видео про материнство, где я рассказывала, что выложила пост и очень много было негативных комментариев. Всякие, я же матери, писали мне всякие негативные вещи. Кто не смотрел, в общем, посмотрите. Все это происходило в Инстаграме. И я дала свою ответочку. И через какое-то время, буквально на следующий день или через день, не помню, мне пишет одна девушка в Инстаграм. И пишет она мне не на мою страничку основную, а пишет она мне в магазин. Пишет мне. Селена, привет! Я одна из тех, кто писал тебе про материнство. Посмотрела видео и поняла, что была не права. Реально, знаешь почему? Зависть. У тебя есть мама и подруга, которая всегда рядом. И это, похоже, меня бесит. Моя мама вообще не помогает. Я работаю на себя и даже на встречи всегда с детьми. А, на встречи. Ходит на встречи с детьми. Ты счастливый человек. Я долго копалась в себе и нашла причину своего неправильного мнения. Прости по-человечески. Я тебя очень понимаю. Извини ради Бога. Я ей написала, что ничего страшного, я не держу зла, потому что на самом деле я не держу зла. И всех, кого я заблокировала тогда на своей странице, кто писал мне комментарии, я, честно говоря, даже не помню. То есть я не захожу туда особо, не смотрю на аккаунты, не запоминаю аватарки. Ну, в принципе, это какая-то знакомая аватарка. То есть бывают аватарки, которые как-то так или иначе запоминаются. Я не помню, блокировала я ее или не блокировала. И даже я не зашла себе в профиль, чтобы посмотреть, где она у меня в заблокированных или нет, потому что это слишком долго для меня. Вот, но сам факт. И на самом деле мне приятно было это сообщение. И прям, знаете, на самом деле это редкость. Если это действительно так, если это одна из тех девушек, которая мне написала неприятные вещи, это редкость, чтобы человек просто заглянул в себя, покопался и заметил зависть. Это вообще не... ну, как бы это очень трудно заметить в себе. Потому что это же недостаток, это плохое качество, когда человек завидует, да? Поэтому наше эго никогда не дает нам его заметить. Оно все что угодно придумает, скажет, что на это есть причины и так далее, и так далее, но никогда не скажет, ты завидуешь. То есть эго, оно себя всегда гладит, лелеет, но никогда не говорит про себя плохо. И когда человек копается, находит какие-то вещи, это действительно редко, и это достойно уважения и похвалы. И это очень круто. И я сразу подумала, что, блин, я реально не зря сняла этот ролик и вот так вот высказалась. Потому что, может быть, если вы заметили, что я как раз-таки в этом ролике и высказывалась, что, девчонки, с чего вы делаете выводы? Это вот так вот, да? Это вот так вот. На все свои причины. Как я уже рассказывала, да, какой-то один анекдот. И я всегда его вспоминаю, на самом деле, когда там в автобусе мужчина ехал с детьми, а дети баловались. И он им не делал замечания. И одна женщина сделала. Ну, это как анекдот рассказывается, но как бы тут, я не знаю, тут не смешно, как байка такая, да? И одна женщина делает замечания мужчине о том, что какие у вас дети балованные, почему вы не делаете им замечания. А он говорит, я им не делаю замечания сейчас, потому что у них мама умерла, и мы с похорон сейчас едем. Ну, как бы грубая ситуация, но сам факт, да? Мы со стороны никогда не знаем, что происходит, и почему сейчас там родители дают баловаться своим детям. Может, потому что он там болеет лишний раз, или еще что-то. Почему там ребенок с соской опять же, да, потому что он может болеть. Или в памперсе, или что-то. Да, ну, мы не знаем. Поэтому, мне кажется, вот эту историю, байку, или что это, присказ какая-то, мне кажется, ее нужно вспоминать. В такие моменты, когда ты делаешь о ком-то выводе, не зная совершенно человека. И вообще я заметила, что люди все предвзятые. Не то, чтобы заметила, это факт вообще. То есть, если бы одно и то же происходило с твоей подругой, ты совершенно по-другому на это смотришь. А какой-то чужой человек, еще и, может быть, где-то чуть успешнее, да, какую-то промашку делает, так ты ее вообще захаешь. Захаешь, в общем, да? Она самая плохая, будет мать на свете, ну, к примеру, да? И вообще это вот в мелочах встречается, я даже за собой замечаю порой. Но хотя за собой это очень сложно заметить, да? Когда ты реально в своем глазу бревна не видишь. Это девчонки, это вообще... И так это смешно выглядит со стороны, когда ты в своем глазу бревна не видишь, зато в чужом. Просто цариночки маленькие замечаешь, еще об этом говоришь, умничаешь. Это всегда очень смешно. А я могу сказать заведомо, что у нас у всех бревна. Реально бревна в глазах. Вообще на себя нужно смотреть всегда. Разбирайтесь в себе. Заглядывайте внутрь. Будет больше ясности в голове. Сможете понимать других. Будете понимать других, это сделает вас более счастливыми. На самом деле. Вот, хотела поделиться. И как раз таки, кто-то мне писал даже, зачем ты там реагируешь, все это, все дела. Да ну понятно, что невозможно не реагировать на какие-то вещи. Невозможно не реагировать. И я хотела поделиться именно тем, что я подумала, что какая-то маленькая часть девочек написала мне, сделала свои какие-то неправильные выводы. И я подумала, что есть же какая-то часть тех, которые также делают эти выводы, но только не пишут. Хватает ума не писать, да? И я подумала, что сниму видео для тех, кто что-то ошибочно как-то думает у себя в голове. Потому что это неправильно, ну как бы. Не надо так. Мысли какие-то плохие гонять в своей голове по поводу того, что я какая-то мама не такая. Я очень даже нормальная мама. Многие мне написали, что я вообще супер-пупер-мама. Кому верят? Конечно же я буду верить тем, кто пишет, что я супер-пупер-мама. Им виднее. Ладно. Буду видос монтировать. Люблю вас. Развитие нам всем. Любви и добра. К ближнему. Субтитры сделал DimaTorzok